Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 11 июля и вот целых 5 дней у меня не было видеокамеры. Старый фотоаппарат сломался, а новый заказ везли в течение 5 дней. Сегодня наконец-то я первый раз новую видеокамеру снимаю. И я хочу показать вам, как сильно за эти 5 дней изменилась ситуация в теплице. Казалось бы, всего 5 дней я с камерой здесь не была. И сейчас зайдя, я вам показываю, помидоры уже все массово спеют. И я вот перед тем, как сломалась у меня видеокамера, та старая, я сказала вам, что буду показывать вам, как заготавливать семена. Но, к сожалению, первую партию я сделала уже без вас, потому что было некогда. Ну как, ждать невозможно было, томаты уже переспевают. И сейчас вот мне надо все это восполнить, этот 5-дневный прогулы мои такие. Надо и описание сортов. Вот сейчас сразу прям начну вот с толстого джека, вот с русских колоколов, которые я вам показываю. Те, которые уже нужно снимать и потрошить на семена. Я сегодня сделаю видеообзоры быстро-быстро. Потом покажу вам, как заготавливаю семена, как собрать свои семена. Что нужно при этом учитывать. Ну и вот все-все-все, и борьбу со слизнями, и про белокрылку, нужно сказать, поборола ли я ее. Короче, тем накопилось за эти 5 дней очень много. Если учесть, что я по 4-5 видеороликов в день снимала, а 5 дней прогулов это 25, тем я пропустила. Будем наверстывать. Очень много томатов поспела. Теперь уже поспели не только ранние скороспелые, но поспели и крупноплодные. Вот начиная с Толстого Джека, из ранних поспел Толстый Джек, Санька, Джина, Спиридон. Спеют русские колокола. Ну не спеют, а уже даже одну партию я снимала. Потом спеет Настенька, спеет Демидов, спеет подарочный. Поспел даже Вова Путин, Пудовик. На улице поспело много томатов. Все сейчас постепенно буду вам показывать и рассказывать. Вот этот видеоролик такой, как бы вводный. Я рассказала примерно, какие темы буду освещать, но тем очень много. Еще про огурцы, там как делать арку с огурцов хочу показать, потому что огурцы разрослись. Там эти вот эти огородные лайфхаки или как их называют. Ну короче, идеи новые. Все. Если честно, вот видеокамеру держу впервые в жизни в руках. У меня вот до моих, до своих лет дожила, ни разу не было видеокамеры. И все предыдущие видеоролики я снимала на простой фотоаппарат. Как-то непривычно с видеокамерой. Так что если что-то, будут какие-то у меня огрехи, вы меня на первое время простите. Я еще не привыкшая. Вот такой, кто меня называл видеоблогером, я всегда говорила, я никакой не видеоблогер. У меня даже видеокамеры ни разу в жизни не было. Все, до свидания. Сейчас начнем с видеообзоров.